И Россия приняла решение о выводе со своей авиабазы Хменин в Латакии трёх бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 боевых самолётов Су-27. Можете себе представить, что стало с путинской авиацией. Я вам рассказывал, что когда они 160 самолётов собирали над Красной площадью, чтобы пролетели, то они вообще не знали, где их брать. Потому что им нужно было 160 самолётов, которые гарантированно не упадут. А у них не было столько. У них числилось 2000 с чем-то, но там основная масса просто не летала. Ну или там как-то с грехом пополам, там лётчик крестился, молился и летел. Поэтому вот то, что они сейчас Ту-22М3 забирают там с этого Хмемима, там с 12 Су-27 забирают, это всё. То есть, это вот последнее. Это резерв. Если эти Ту-22М3 посшибают, их всего в России было 60. Всего. Даже с теми, которые не летают. Понимаете? То есть, сколько их летает? Ну, наверное, штук 30 летал. Так вот, если сейчас вот этих трёх сшибут, то их заменить будет нечем. Чем их будут менять? Знаете, только стратегическую авиацию. То есть, эти самолёты заменят Ту-95 и Ту-160. Больше нечем. Ну, а те носители ядерного оружия, и Путин побоится их, наверное, запускать, если только они будут откуда-то, с Чёрного моря стрелять ракетами. А ракеты, опять же, нет. То есть, надо бомбить, бомбить неком. Что же он сейчас будет Ту-95 и Ту-160 и грузить бомбами и бомбить? Может быть. Ну, тогда их надо просто молотить, потому что их осталось-то очень мало. Там 30-195, Ту-195 и сколько их числятся? 15 Ту-160. Ну, это ерунда. Во-первых, там их модифицируют, потом там с каких-то двигателей снимают, на другие ставят, потому что двигателей не хватает. То есть, реально, ну, десятка у него взлетит, может быть. И то, я не уверен. Осталось бить всего три самолета. Ту-160 самый крутой бомбардировщик. Да, но все самые крутые бомбардировщики, они так же, как и не крутые, сбиваются элементарно. Ту-160 в Энгельсе наготове, да. Тает, так и есть. Но я так понимаю, что там не все летают. Там с этим связана какая-то романтическая история, мы ее потом узнаем. И, честно говоря, я не знаю ее. Я знаю, что там что-то не то. Какая-то херня с этими Ту-160, да. Что какое-то количество грузят ядерными ракетами, они постоянно облеты устраивают. Там через Кольский полуостров летают, американцев пугают. Это я знаю. Но летают одни и те же самолеты. А другие, как вот они стояли, так и стоят. F-35 легко уничтожит Ту-160. Вы будете смеяться, но даже МиГ-21 какой-нибудь, да. Да, вот любой самолет сверхзвуковой легко уничтожит Ту-160 без всяких проблем. Истребитель самого первого поколения, если, ну, первое поколение это дозвуковые. А вот первое поколение сверхзвуковых совершенно спокойно загандошит без всяких проблем. Какой-нибудь вывод говорит, там, F-35. Да, F-4 подлетит, шлёпнет и вся недолга. Поэтому это же бомбардировщик. Это же не самолет для завоевания превосходства в воздухе. Бук М-1 уничтожит Ту-160. Да любое. Говорит, Ту-160 при взлёте можно и стингером уничтожить. Самое главное, чтобы он высоту не набрал. В США аналог Ту-160, это Б-1 Лансер. Их 60 штук наличнее. Они не аналоги. Посмотрите тактические характеристики. И вам будет понятно, что это не аналогичные самолёты. Даже разного класса самолёты. Хотя он считается стратегическим бомбардировщиком. Вячеслав, а возможно ликвидировать Путин прямо в бункере? Ну, я думаю, что на это должны ответить американские военные. И думаю, что они ответили давным-давно да. Но такой задачи, я так понимаю, никто не ставит. Почему-то. Продолжение следует. Продолжение следует...